Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Трех блоков больших, в которых мне довелось принять участие. Первый блок – это было награждение лучших практик территориального общественного самоуправления. Конкурс был объявлен еще в марте месяце. И наш фонд подавал как раз свою практику. Вот этот проект, о котором мы говорили часто в этой студии – это общественная дипломатия, общийный подход к сотрудничеству и сотворчеству. Еще тогда мы и не знали, что мы будем победителями президентских грантов. Но отправили на российский конкурс, потому что считали, что это одно из таких важных направлений, одна из важных миссий ТОСов. Я еще раз ее напомню. Это от мира в своей семье, от мира в своем подъезде, мира в своем дворе, городе, стране и мире. Вот такая важная миссия лежит сегодня на общинах. И мы на этот конкурс представили. И стали победителями, получили диплом первой степени. Вел церемонию наш сенатор Вячеслав Степанович Тимченко. Ну он сенатор-то общий, просто от Кировской области. Я его так это... Наш сенатор, да. Да, я его так это... Правильно вообще-то это наш сенатор. Нашим, от Кировской области. Представитель нашего региона. Это еще было как-то так. Когда перед церемонией была такая перекличка, Катаева присутствует, я говорю, да, присутствует. Потом я так отвлеклась, раз меня уже назвали, меня второй раз называют. Я говорю, два раза присутствую. Но не обратила на это внимания, что меня два раза думала, ну мало ли там, как-то не так прочитали. И вот когда вручили диплом первой степени, как раз за этот проект общественной дипломатии, сразу опережая события, хочу сказать, что такого уровня практик не было заявлено вообще. Были в основном практики благоустройства, были практики социальных проектов, были практики, которые мне было до боли обидно, когда я слышала доклад Вячеслава Степановича Тимченко. Он говорил, что на конкурс было подано 286 заявок, 50 регионов и 27 победителей. И когда говорили, что в некоторых регионах работают общественные советы территорий, что даже форумы проводятся для ТОСов, понимаете, и Киров, как регион, не звучит. И у меня тогда вопрос, где мы недоработали, где ведь такой богатый опыт, либо это Ассоциация муниципальных образований, либо это Всероссийский наш региональный совет местного самоуправления, либо мы вместе с администрацией города и наш фонд хотя бы на муниципальном уровне все эти практики подавать. Потому что я привезла целый пакет документов, весь опыт работы, где есть в регионах. Я это все передала в администрацию города. И об этом говорю, везде будем об этом рассказывать. Потому что очень много есть интересных идей, и очень много есть того, что мы делаем, но не упаковываем. Анастасия Алексеевна, передавай в администрацию этот пакет документов. Чего конкретно вы хотите от нашей мэрии? Как вам видится взаимодействие? Вы знаете, что я хочу сказать, обратить на что внимание? Вот проходит этот конкурс лучших практик ТОС. Вот я считаю, что когда приходит такая разнарядка, тем более совет местного самоуправления, это муниципалитеты, то может быть так, если мы посылаем, например, мой фонд, ну кто-то среагировал, кто-то не среагировал. Но если сегодня глава администрации говорит, ребята, мы должны поделиться лучшими практиками, тем более они у нас есть, мы должны представлять на российский уровень свой опыт. Если мы не умеем это делать, мы готовы помочь это красиво упаковать, завернуть. Но суть-то остается наработанная. Поэтому, вот, например, из Нижегородской области проект «Победил бабушка на час». Да у нас вот такие конкурсы малых грантов. У нас, по-моему, это регулярно. Ну, вот я о чем вам говорю. Либо, например, строительство площадки для выгула собак. И он становится победителем российского. Вот вы знаете, я... Так это вещи, которые мы делаем. У нас делаем много. Такое ощущение, что это уже даже как-то неудивительно совершенно. Понимаете, и наши-то иногда думают, что это... То есть проблема получается в том, что у нас эти практики есть, но мы не сообщаем об этом туда? Конечно. То есть нарушена вот эта связь вертикальная? Мы считаем, что это само собой разумеющееся, да? Что, ну, это как-то, может быть, не инновационно. Привыкли. Привыкли к этому. А я считаю, что это нужно обязательно подавать, потому что вот что у нас общественные советы, у нас работают центры местной активности, у нас конкурс мини-грантов, у нас такие интересные есть идеи, которые вот нужно подавать. Вот, например, в выступлении было сказано о том, что сейчас территориальное общественное самоуправление, оно объединено общими такими глобальными проектами. И это правильно. Добрые города, добрососедство, да? Это вот такие, как праздник День соседей, да? Который мы справляем. Мы давно его справляем, мы к нему привыкли. А это вот в некоторых регионах выдается, что вот такое ноу-хау, представляете, там пройдет. А форум инициативных граждан? У нас в 19-м году уже будет 10-й форум. И вдруг говорят, что в некоторых регионах... Даже форумы проходят в некоторых регионах. Форумы, да, вот состоится форум. Даже, да. А мы уже вышли не то что на межрегиональный, мы выходим на международный уровень, к нам международные эксперты приезжают на наш форум. И поэтому вот для себя я взяла вот первую такую задачу, это все-таки активизировать представителей власти и регионального, и муниципального уровня, чтобы наши практики были. Но здесь не только представители власти, здесь и Совет муниципальных образований должен работать. Обязательно. Я не знаю, как проводился мониторинг. Это же как раз их поле деятельности. Я не знаю, как проводился мониторинг. Я не знаю, кто подавал вот эту информацию, потому что мы разговаривали с администрацией города, с отделом по работе СТОС. Они говорят, Наталья Алексеевна, мы все отправляем в ОСМО. Но если туда не доходят, я говорю, давайте из разных источников. Давайте мы будем вот, ну чтобы о нас... Давайте несколько каналов, да? Конечно, конечно, чтобы о нас знали. Тем более, дважды называют уже Катаеву. Да, а почему дважды? Я сейчас скажу, почему дважды. И вот когда, значит, Вячеслав Степанович выручил нам этот диплом, мы сфотографировались, такие счастливые. Я села, вот разглаживаю этот свой диплом, любуюсь, да, и вдруг называют Катаеву. Я думаю, может, другая Катаева. Нет, опять фонд «Вятская соборность». Я выхожу, и это была благодарность Общественной палаты Российской Федерации, потому что экспертный совет состоял из представителей различных ведомств и общественных структур, и они отбирали именно для себя значимые проекты. И вот Общественная палата Российской Федерации как раз вручила нам благодарность за развитие институтов гражданского общества и презентацию от лучших практик. Поэтому вот два диплома, которые мы привезли в Вятку. И когда закончилась официальная церемония, награждение, значит, я вдруг вспомнила, мне говорят, а вас Катаева попрошу остаться. Помните, а ваш тюрьмец я попрошу остаться. Это кто вас попросил? Вячеслав Степанович. Вячеслав Степанович. Да. Значит, ну хорошо, вместе со мной осталась Наталья Александровна Кадашова. Это представитель в Санкт-Петербурге Архангельской области. Она очень интересный эксперт, она член палаты ТОС в СМС. Кстати, она тоже была экспертом. И 30 проектов было подано, можете себе представить, от Архангельской области. Ну вот для сравнения, это самое большое число? Ну вот вы знаете, у них 30 проектов, а у нас может быть 3. Ну есть разница. Ну есть, конечно. И вот выступала одна женщина, меня что очень удивило. Она из маленькой деревни, вот она тоже получала из Архангельской области, она получала диплом. В этой деревне проживает 90 человек. 30 проектов победителей ТОСовского движения в этой деревне. За какое время они реализовали? Ну считайте, если, ну пусть даже мы говорим, что ТОСовское движение, оно где-то порядка 10-15 лет, оно так развивается, не будучи еще не называли ТОСами с 2003 года. Но тем не менее, понимаете, вот выступает вот эта женщина, председатель ТОС, и она показывает свой проект презентационный. Они восстанавливают старые северные мельницы. Они проводят праздники и создают музеи. Это вот на речках, которые стоят мельницы, да? Да, да, да. На многочисленных северных речках. Они показывают, как перерабатывают зерно, и в настоящее время это все делается, и проводятся эти сельские праздники. И через эту мельницу сегодня рабочие места, и сегодня она не просто как памятник культурного наследия, а это работающая мельница. Это работающий сумех такой, то есть он на самом деле реально мельет. Реальная мельница, реально они показывали, как они там все делают, и школьников приводят, и показывают, как это, из чего, где хлеб, и как это все перерабатывается. То есть удивительно, какие вещи делают люди, сохраняя с одной стороны культурное наследие своего региона, а с другой стороны они побуждают людей и к работе, и к созданию новых рабочих мест. Вот удивительный проект, вот такой я считаю, что он заслуживает своего внимания. Прошу прощения, нам нужно прерваться сейчас буквально полуминуты. Мы говорим с президентом фонда Вятской Соборной, с Натальей Катаевой. У нас сегодня повод для гордости получения награды очень значимой. Двух наград. Двух наград, да. Вернемся через полминуты. Продолжаем. Я прервал Наталью Алексеевну, задал вопрос. Удивила меня эта информация про Архангельскую деревню, в которой 90 человек. Кимжа, да. Кимжа, Кимжа. Мельница, мельница. Так захотелось посмотреть, как работают жернова, как зерновому купюре. Я еще представляю, если мельницу восстанавливают именно в таких культурных целях, но то, что ее еще используют как такой промышленный объект, это, конечно, удивительно. Продолжай. А еще один представитель ТОС, которые на базе своего ТОСа работают с пожилыми людьми, и у них свое подсобное хозяйство, она награждена медалью к ордену заслуги перед Отечеством. Это из той же деревни? Да, нет, не из той, а тоже из Архангельской области. То есть примеры поразительные. Но если вот учесть, в Архангельской области у них в основном в сельской местности ТОСы. У нас больше в муниципалитете, у нас больше развита в городе Кирове. Городская, да. Итак, я возвращаюсь к тому, а вас, Катаева, попрошу остаться. Мы остаемся с Натальей Александровной Кадашовой. Мы с ней вошли экспертами в СМС, экспертами по ТОС. Это было озвучено еще Вячеславом Степановичем Тимченко. И, значит, мы приготовились к следующему мероприятию. Это в рамках этого съезда, да? Да, которое нас очень приятно удивило. Потому что вдруг заходит большая делегация с белорусскими флагами. Это было подписание соглашения. Как-то сразу отличили белорусские флаги от любых других. Да, я их знаю. Вот, значит, заходит белорусская делегация. Это было подписание соглашения Тверской области. И, значит, Гродненской области, Белоруссии. Республики Белоруссии. Да, да, да. О сотрудничестве. И, значит, объявляют, что в рамках подписания соглашения с российской стороны присутствуют активисты российского уровня, эксперты. И называют нас Натальей Александровной. А вы не запаниковали Наталью? Вы знаете, я старалась... Чего делать-то? Нет, я старалась делать лицо. И подумала, ну, коли нас назвали, наверное, предупредили, если бы мы должны были выступать. Ну, раз нет, значит, просто делаем лицо. Тут сразу все мужчины белорусы, мы были две женщины, нам раздали свои визитки, мы тоже им раздали свои визитки. И я сразу же подумала, что на очередной форум инициативных граждан мы обязательно пригласим белорусов. Из Гродно. Да, потому что, видите, вот они рассказывали, у них ТОСов нет. У них... Они работают с общинами, ну, как такового, вот, оформленного территориального общественного самоправления. Но практики работы по развитию территории у них, конечно, безусловно, есть. Ну, и я часто бываю в Белоруссии, потому что мой родной город Великий Луки, он находится на границе с Белоруссией. И что меня всегда поражает, когда едешь в Белоруссию, вот эти вот все деревеньки, я не знаю, по какой причине, может быть, президент так распорядился, может быть, они деньги собирали. Вы знаете, вот проезжаешь, и все заборчики одинаковые. И это так красиво смотрится, ухоженная деревенька, одинаковые заборчики, домики-то разные, а заборчики выстраивают. Вот деревенька закончилась, другие одинаковые заборчики. То есть настолько... А это, кстати, правда, когда из России в Белоруссию уезжаешь, там, ну, кардинальные различия? Кардинальные различия. То есть у нас здесь вот не прибрано, не ухоженно, а там прям... Правда. Это правда, но попадаешь сразу... А Белоруссия, может, потом, чуть попозже. Вот, попадаешь сразу в советский период, потому что, вот, например, даже у них такой праздник урожая. Мы как раз были, когда вот собирали уже все с полей, у них не просто вот красиво упакованные, да, как они правильно называются, вот эти тюки белые, как обычно мы видим, да, на наших полях, а у них стоят красивые матрешки из этих тюков, мальчики, девочки. Ну, просто проезжаешь и радуешься, думаешь, ну, надо же, как здорово, все обрано, ну, вот они тебя встречают вот с такими караваями. Это было второе знаковое событие, потому что сразу мы так отметили для себя, что союзное государство, и вот хорошо нам бы тоже с ними наладить такую связь. И третье очень знаковое было такое мероприятие, это, конечно, пленарий. Это пленарий в Совете Федерации, и открывала Валентина Ивановна Матвиенко. Председатель. Да, председатель Совета Федерации. Верхний палат парламента нашего. Да, и в выступлении тоже заместителя председателя правительства Российской Федерации, Виталия Леонтьевича Мутко, тоже мы слышали акцент, который был сделан на развитие территорий, на развитие территориального общественного самоуправления. И мне очень понравилась фраза, которую сказала Валентина Ивановна, что она процитировала Столыпина, что Столыпин в свое время сказал, где нам найти 100 толковых губернаторов, чтобы поднять губернии. А сегодня мы обращаемся к муниципалитетам, мы не знаем, где найти тысячу толковых градоначальников. Поэтому вот сегодня эта проблема, она по всей России есть. Как управлять? Это ведь, понимаете, такую надо жилку иметь, инновационную, это надо иметь такую жилку, болеть за этот город, за этот муниципалитет, искать что-то новое, партнеров, продвигать. Вот это, конечно, шапка тяжела Мономаха. Но на этом был сделан акцент. Меня порадовало то, что, конечно, город Киров вошел в историю, потому что именно по вопросам местного самоуправления наш город посетил президент в августе 2017 года. И поэтому теперь все ссылки на развитие территориального общественного самоуправления, местного самоуправления делаются как раз с поручениями президента. И город Киров звучит. Но мы должны не только то, что он у нас побывал, мы должны это вот знамя, мы должны его не уронить и каждый год подтверждать. Что было интересного на пленарии? Значит, выступали, конечно, сенаторы, министры, губернаторы, мэры городов. Это Хабаровский край, Иркутск, Южно-Сахалинск. Я из практиков была последняя. Вот вы тоже вышли за трибуну, нам хотелось бы знать, с чем вы-то выступили. Я была как раз последняя выступающих. Именно заинтересовал вот этот проект общественная дипломатия. И я, конечно, очень так усиленно готовилась. Мне сказали 5 минут, презентацию пошлить, у меня было 44 слайда. Но когда, вы же сами понимаете, все очень долго выступают и докладывают, я понимаю, что на меня остается 2 минуты. Тут надо что-то решать. Понятно, что никто мои 44 слайда не увидит. Никто не увидит. Надо предпринимать какой-то ход конем, чтобы запомнить. Поэтому, да, я сижу, и у меня, значит, вот эта мысль работает, как перестроить вообще все свое выступление, чтобы я могла быстро сказать суть. А вы знаете, какая ответственность? Потому что, ну, люди, которые все-таки знают толк в этом деле, да. Валентина Ивановна к тому времени ушла, и Галина Николаевна Карелина осталась вместо нее резюмировать, подводить итоги. И можете себе представить, я, значит, выхожу, ну, тут говорят, уже, знаете, люди уже в конце всегда устают, уже ни до чего. И я показываю на будочку, которая напротив меня, потому что там все в Совете Федерации, там не сами кликают, да, а говорят, следующий слайд, пожалуйста, следующий слайд, чему я была немало удивлена. Вот, я так выхожу на эту будочку, показываю и говорю, молодой человек, я вас очень прошу за 2 минуты показать 40 слайдов, а я за 2 минуты озвучу свое выступление. И вот за эти 2 минуты мне удалось представить, откуда мы, сказать, что создано в нашем городе, что это сегодня создана система работы с территориальным общественным самоуправлением, потому что нигде никто об этом не говорил, что сегодня у нас городской координационный совет, что у нас работает 21 центр местной активности, при которых созданы общественные советы развития территорий, что проходит школа социальных инициатив, что мы проводим муниципальные конкурсы и региональную поддержку ТОС, что сегодня мы проводим форумы инициативных граждан и награждаем знаком общественного признания. И поэтому, исходя из этого наработанного опыта, мы вышли на другой уровень, что сегодня мы готовы поделиться с нашими зарубежными партнерами нашим опытом работы в территориальных сообществах. Я озвучила миссию, я уже о ней говорила, что это мир во всем мире, привела пример того, что мы участвовали в научной конференции и стали победителями, ансамбль «Наш Слобода» стал победителем творческого фестиваля, и сказала о том, что почему это очень важно делать на сегодняшний день. Что когда после моего выступления мне задают вопрос, вы такие классные, вы такие молодцы, вы так глубоко работаете, русские ученые, с территориальными сообществами намного глубже, чем мы на Западе, ну почему вы хотите на нас нападать? И вот вы знаете, у всех тоже в зале такое удивление, я и говорю, вы знаете, вот именно поэтому мы разрабатываем эти проекты, мы выезжаем и мы показываем, насколько наша политика миролюбивая, и насколько мы не агрессоры, насколько мы сегодня открыты к сотрудничеству именно вот на этом низовом горизонтальном уровне. И общественная дипломатия сегодня может сыграть такую роль, когда мы свою страну, свой город можем представить вот в таком красивом свете для людей, которые считают нас, ну вот такими некими злодеями, которые вот хотят всех захватить. Поэтому я уложилась две минуты. В полторы. Сейчас в полторы. Вот, представляете, я как раз закончила вот этой миссией, что мир в доме, мир в семье, мир в городе, мир в стране, мир в мире, и в канун Нового года я вам всем этого и желаю. Ну и этим я сорвала все аплодисменты. О, какова реакция-то была на ваше выступление. Я с одним глазом смотрела, как бегут слайды, ну и сказала, все, чего я не успела сказать, особенно все материалы, особенно по конкурсу мини-грантов, все выложено на нашем сайте вятская-соборность.рф. То есть, если что-то я не успела сказать, вы все можете ознакомиться с нашими координатами, с нашей деятельностью. Мы все как ресурсный центр ТОС, потому что очень многие регионы хвастались, что у них созданы ресурсные центры. Вот такие методические, консультационные. А работают ли они реально? Да, вопрос. А что там происходит? Какая жизнь там? У меня появилось большое желание съездить в Морелл. Потому что, когда говорили о Приволжском федеральном округе, то сказали, что из 14 регионов Приволжского федерального округа наиболее развитые в ТОСовском движении, это сегодня Башкирия, 1250 ТОС. Это сегодня Морелл, у которых полторы тысячи ТОС. И на третьем месте Кировская область, 1200. Вот, мне очень хочется посмотреть, потому что, ну, где-то, наверное, лет пять назад к нам приезжали за опытом Морелл, у которых не было ни одного ТОСа. И вот такой рывок, хотя, вы знаете, я хочу сразу сказать, ТОСовское движение, это еще президент говорил, что нельзя создать гражданское общество по указке сверху. Оно должно развиваться естественным путем, иметь свою корневую систему и питаться духом свободы. Ну, не могли люди, которые спали-спали, и вдруг, знаете, вот проснулись. За несколько лет. Да, и они стали вот такими. Тысяча триста у них, да? Тысяча пятьсот. Тысяча пятьсот и полторы. Марийское чудо такое. На 680 тысяч жителей. Да, мне хотелось бы, конечно, очень вот это посмотреть, вот, ну, и были названы, конечно, регионы, где вообще нет ТОСов, вот, и поэтому мне вот тоже интересно посмотреть один запуск. Их большинство получается? Нет. Где ТОСов нет? Нет. Сколько их у нас? Там же вполне возможно, что их вот, понимаете, они, может, там и есть только, называются они так, и не созданы, и они отчитаны как-то. Формат другой. Да, формат другой такой. Связи какие-то. Да, ну, вот, вы знаете, мне очень понравилось еще то, что все-таки на российском уровне, вот, как раз это было озвучено в рамках съезда, что сегодня делается для ТОС на российском уровне? Во-первых, работает ассоциация ТОС, и в рамках этой ассоциации создан экспертный совет по разработке и анализу законопроектов, и сейчас в 2019 году выйдет законопроект по упрощенной системе регистрации юридических лиц ТОС. Это будет особая форма территориальное общественное самоуправление. А может, лучше вообще отменить? Почему? Регистрацию юридическую? Нет, дело все в том, что некоторые ведь хотят. Некоторые хотят, и вот предыдущей по гражданскому кодексу была организационно-правовая форма общественная организация, которая загоняла ТОСы в такие рамки, что нужно было членство, нужно было писать заявление, там были разночтения. Потому что ТОС 16 лет в общественной организации с 18, поэтому нестыковка двух законов, она привела вот к такому разночтению. И сегодня вот принимается такое решение. Второе, сегодня выходим на такой важный уровень. Да, я хочу сказать, что вот я вошла экспертом и в ассоциацию ТОС Российской Федерации, и в СМС. Второй важный очень аспект, это сегодня обучение. Менеджер местного сообщества, это сегодня обучение как чиновников, так и представителей ТОС. Потому что сегодня не все иногда чиновники понимают, а что должны делать ТОС. И посылают, а сбегайте-ка, посмотрите, как там помойки, там убрали, не убрали. А у них более широкая миссия. Это сегодня создание семейно-соседских сообществ, которые должны помогать друг другу. Это целая наука. Понимаете, ну никого не возьмут с улицы и не сделают врачом. Ну никого не возьмут с улицы и не скажут, ты сегодня будешь звукорежиссер. Ну как же, каждая кухарка должна управлять государством. Вот, поэтому время кухаркиных детей проходит, нужно, все равно должны быть профессионалы. Развитие территории, вот мы кинули так, а давайте кого возьмем, тот и будет вот этим руководить. Поэтому иногда вот у нас происходит такое вот недопонимание. Реклама у нас сейчас, вот вы опять подошла, разговор у нас очень активно продвигается, время летит быстро. Наталья Катаева, президент фонда Вятской Соборной, напоминаем у нас в гостях. Мы продолжим через полторы минуты. Продолжаем наш разговор с Натальей Катаевой, президентом фонда Вятская Соборность, которая вернулась с шестого съезда Всероссийского совета местного самоуправления с двумя наградами и с множеством новых таких экспертных должностей, как я понял, да? — И масса идей. — И масса идей, о которых мы как раз начали говорить, не столько может быть идеей Натальи Алексеевны, сколько идеи, которые возникли сейчас вот в этом сообществе, да? — Да, вы знаете... — Вот 9 минут у нас остается, хотелось бы, чтобы на перспективах мы сейчас... — Так мы, собственно, о них уже и начали говорить. — Да, вот если продолжать как раз вот о перспективах, большой блок как раз был посвящен развитию муниципалитетов до 30-го года, да? — Муниципалитеты 2030, это, как сейчас говорят, комплексный проект такой. — Комплексный проект, и там наравне с теми, может быть, элементами благоустройства, умного города, да, информационной такой открытости, пополнения бюджетов, такой большой блок был посвящен как раз развитию местных сообществ, развитию территориального общественного самоуправления. И вот на нескольких аспектах я просто хотела бы обратить внимание. Первое — это вот два законопроекта. Это первый — о форме юридической регистрации органов ТОСК, юрлица. Это будет особая форма территориального общественного самоуправления. Второе — это закон об инициативном бюджетировании. И вот сегодня вместо меня в Москву в Госдуму уехал Михаил Шевелев, небезызвестный вам. — Руководитель офиса консультантов нашего Кировского. — Да, он как раз один из разработчиков законопроекта об инициативном бюджетировании. Сегодня на уровне экспертов Российской Федерации обсуждается именно этот законопроект. Это в двух словах скажу. Это часть расхода. Вот мы просим в Кирове 1% расходной части бюджета, которая бы была направлена на поддержку инициатив. — Где-то такой закон уже есть. — В Пермском крае. — Да, в Пермском крае он действует и работает. И пермяки молодцы. Они флагман. И, кстати, на съезде ВСМС об этом говорили. — Ну, то есть, грубо говоря, например, у нас бюджет годовой 50 миллиардов. Вот, пожалуйста, 1% предусмотрите на то, чтобы... — И можете себе представить, что углав муниципалитетов не будет болеть головал. Они будут знать, что хоть маленькая, но сумма на поддержку инициатив, социальная, гарантированная, она у них всегда есть. — То есть, она будет выделена строчкой в бюджете. — Конечно. И у людей тогда появляется возможность больше инициировать. — Потому что сейчас каждый год думают, а будет в следующем году или не будет. — Надо, не надо. — И когда их дадут. — А это стабильно. — А вот я придумал, идея такая, а будут ли деньги, а вообще получится ли. — И стоит этим заниматься, может быть, денег не будет. — Совершенно верно. — Смерть на взлете, что называется, добывает зачастую. — Да. Второй момент. Это сегодня все-таки поддержка, финансовая поддержка территориального общественного самоправления. Очень много регионов имеют свои региональные конкурсы. У нас это конкурс ППМИ, который в основном, конечно, по благоустройству. А в других регионах это еще и поддержка социальных проектов. И мы на гражданском форуме, как раз наша комиссия и комиссия по гражданскому обществу, мы поднимали этот вопрос. Вернуть в регионе вот эти конкурсы, которые были. — Грантовые конкурсы именно по социальным инициативам. — Конечно, конечно. По социальным проектам. Грантовые региональные конкурсы. Вот представьте такая ситуация. Сейчас очень много... Вот сейчас, сегодня заканчивается конкурс «Серебряный возраст». Есть активное поколение, есть православная инициатива, есть президентский грамм. — Геннадий Тимченко, вот как раз, да? — Да-да-да. То есть наш регион... — Это другое Тимченко. — Активное поколение. Да, это другое Тимченко. — Наш регион участвует в этих конкурсах. Он хорошо прописывает проекты. Но он на федеральном уровне не прошел. Почему на региональном уровне не поддержать эти знаковые проекты? — Тем более суммы-то здесь все-таки не такие большие. — А сколько, по вашей экспертной оценке, Наталья Алексеевна, бюджет этого конкурса мог бы быть у нас в регионе? Ну, там, если проводить параллели с прошлым. — Вы знаете, вот если город, вот в этом году, 5 миллионов на муниципальный конкурс, ну, я считаю, что региональный, ну, всяко должен в разы быть больше. — В разы? Ну, 100. — Ну, может быть... — Мало? — 100 миллионов? — Да. — Ну, я думаю, что так мы вряд ли так замахнемся. — Ну, 50. Среднее, 50. — Хотя бы 20. — Хотя бы 20. — Хотя бы 20, да. Чтобы мы могли, может быть, даже начать с мини-грантов вот у нас. Ведь особенно сельские поселения. — Там в основном небольшие сумки есть как раз. — Конечно. Вот мы же вот рассказывали про наши конкурсы, которые 4 тысячи и такие удивительные дела делают. — Да, сельские поселения. 50. — Поэтому даже эти бы деньги, если бы они были в регионе, это было бы замечательно. Следующий блок, вот я о нем начинала говорить, это сегодня обучение. Я считаю, что в бюджете региона должны быть заложены деньги на обучение специалистов в муниципальном бюджете, на обучение руководителей центров местной активности, руководителей ТОС, чтобы управлять территорией, фонды местных сообществ. Они могли грамотно. Потому что вот я на сегодняшний день, почему я взялась за этот фонд? Потому что моя диссертация была этому посвящена. Я фактически занимаюсь тем, чем я занималась все свои 35 лет на вятке. Следующий момент, это сегодня информационная поддержка и открытость вот этой деятельности. Вот спасибо вам огромное, потому что вот сколько много мы с вами встреч провели, и хоть говорят эхо Москвы такое дотошное, всегда провокационное, я всегда оспариваю и говорю, ребят, если вам есть что сказать и сказать грамотно и по делу, то никто вам под шкуру лезть не будет. Николай, мы согласны. Да я просто немножко в таком смятении нахожусь, думаю, когда это мы кого-то провоцировали. Нет, как это, говорит, ты ходишь на эхо Москвы, типа тут это, знаете, как это голос Америки. Вот, я считаю, что вот надо использовать все информационные ресурсы, рассказать о своих делах. И если тебе действительно есть что рассказать, ты можешь создать свой сайт, ты можешь об этом написать в газету, ты можешь прийти на любую телеканалу, никому никто не отказывает. Поэтому сегодня есть такой журнал «Муниципальная Россия». Ко мне подошла главный редактор Ольга Голубева, Елена Голубева, и говорит, Наталья Алексеевна, как мы хотим с вами сотрудничать, пожалуйста, пишите в наш журнал. Сегодня выходят лучшие практики через общественную палату, сборник лучших практик. Сегодня выходит сборник лучших практик Приволжского федерального округа. И вот это все нужно направлять. Журнал «Муниципальная Россия» он федеральный, да? Федеральный, федеральный, поэтому... Надо и на областном уровне лучшие практики выпускать. Конечно, вот поэтому, знаете, вот то, с чего я начала... Это тоже не так уж и затратно, между прочим. Вот то, с чего я начала, что... Да, вот сейчас ресурсный центр НКО у Натальи Ивановны Шитько, да, вот они тоже туда собирают. Ну, не ленивые мы, мы ничего не пишем. Понимаете, вот прям клещами из всех вытаскиваем. Поэтому вот на этот наш сборник малых грантов у нас ушло три месяца, пока мы упаковывали это все. Не потому что мы затягиваем, а потому что люди не могут оформить даже элементарно уже по алгоритму, который мы представляем, свою практику. И вот с чего я начинала, я хочу тем же закончить. Дорогие мои сограждане, активные инициативные жители Вятки, Вятского края, ну, у вас должна быть гордость за свой край. Ну, не должны мы вот так вот свою работу сделали и закопали в землю. Еще Господь говорил, вам дали талант, так вы им поделитесь. А если вы закопали в землю, он пропал. Вы покажите другим, может быть, то, что вам кажется сегодня, что это, ну, само собой разумеющееся, а кто-то делает первый шаг в этом направлении. И именно ваш опыт ему пригодится. Поэтому не стесняйтесь своих малых дел. Пусть лучше посмотрят, скажут, да, хорошо, это не надо. Мы на своем уровне муниципальном выпустим, на региональном выпустим. Что-то отберут на федеральной, но что-то и в России. Ну, заметили же наш опыт. Кстати, Галина Николаевна, когда подводила итоги, она сказала, что, опять я вспомнила Штирлица, что запоминается последняя фраза. Она сказала, что в следующем году будет очень большая ярмарка муниципальных проектов. Будет в Москве она проходить. И она сказала, меня очень заинтересовал кировский опыт. А что за формат такой? Муниципальная ярмарка прям. А вот лучших проектов. То есть, я так понимаю, видимо... И что, покупать будут или что эти проекты? Нет, будут представлять лучшие проекты, где можно поделиться опытом. Бесплатно получить можно. Да, и вот когда сказали... То есть, площадка для обмена опытом. Конечно, да. И вот когда сказали, что очень понравился кировский опыт, ну, вот здесь у меня чувство гордости опять за вятку, что нас услышали, и мы не остались незамеченными. Поэтому я с этого съезда приехала. Не потому, что я такая хорошая, я там награды получила, да. Тем более, что даже было в дипломе написано коллективу фонда. Поэтому я благодарна всем людям. Это не может одна Катаева сделать. Это не может даже один коллектив. Это делает большая армия неравнодушных людей. Моя задача очень простенькая. Красиво упаковать бантик такой. Знаете, вот завязать красивый бантик. Упаковочку, действительно, да, красиво оформить. Да, на том, что доброкачественно, здорово сделано на вятке. Это наш социальный продукт. Я даже, знаете, что подумала, надо посоветовать. Есть у нас брендовая аллея, а там должен быть бренд ТОСов. Потому что это тоже инвестиции в регион. Это тоже регион знают по работе территориально-общественного самоправления. Тем более, что регион здесь одним из первых всё равно начал эту работу. Конечно, конечно. Это наш бренд. Почему мы его отдали какой-то там, извините, Мариол? Вот. Но мы рады за соседей. И если вообще будет вся Россия в активных гражданах, мы счастливы. У нас время, к сожалению, истекает. Общение вот такой большой пласт информации сегодня затронули. Благодарим руководителя президента Фондовятской соборности Наталью Катаеву. Действительно, тоже гордимся этими успехами. Поздравляем вас. То, что планку мы всё будем поднимать и поднимать. И о нас действительно будут знать о профессионалах в широком смысле этого слова в масштабах всей страны. Да, это нужно только профессиональный уровень. Спасибо большое. Сейчас новости, тематические программы и новая тема через 20 минут.